Всем добрейшего времени суток, с вами Света Небеста Жизни. Вы просили меня скип карабтов, сегодня мы будем рассматривать мои ошибки. Дело в том, что никто не хочет разбирать мои ошибки за награду, но все хотят хаски за то, что просто коммент поставили. Да без проблем, пожалуйста. Данный ролик является исключением, потому что наград сегодня не будет. Сегодня просто разберем ошибки мои в карабтах. Билд вы видите у себя на экранах, колпак культисты для разрушения кристаллов, также булава, когда будем разрушать первый скилл, буду использовать таргетный скилл, первый, то бишь, который дает защиту на 4% больше. И все мобильные скиллы, то есть прыжки, прыжки, еще раз прыжки, два прыжка. Суп я взял, потому что очень высокий хапориген дается, это прям мастхев для меня был. Но, маленькое но, здесь у меня, конечно, ничего нельзя адекватного поставить, кроме Мартлокского плаща. Просто ничего. Ну, нет выбора. Кто-то скажет, плач Форд Стерлинга, а какой смысл, меня зачастую не станет, зачастую меня замедляют. А, на замедление вроде бы плач не работает. Вот. Ну что ж. Плюс, кстати, да, плач Форд Стерлинга никак не защищает от этого, от хукера. А от хукера защищает теперь у нас броня. Броня у нас имеет стена ветра, вроде скилл называется. Если используем на игрока, он проходит через стену ветра, увеличивается наша защита, плюс он откидывается на целых 10 метров. Это разрыв 10 метров, разница, это круто. И самое классное, что здесь есть, это броня. Если мы в коже получаем 62% защиты, то в латке мы получаем 70% защиты. Вот. Плюс, если чел проходит через нашу эту стену ветра, это еще плюс 5% защиты где-то там на 5 секунд. И если мы используем первый скилл, то это еще плюс 4% на 3 секунды вроде бы. Да, на 3 секунды. Вы понимаете, да? То есть, как бы 79% защиты. Это очень мощно. Плюс, не забываем про саркофаг и не забываем про отдельные пассивные скиллы на броне. Там они тоже дают защиту. Также на ботинках тоже урон уменьшается. Вот. Просто они никак не показаны здесь. То есть, они отдельно уменьшают сам урон. И потом этот урон уже входит и режется нашей броней. Вот такие пироги. Рассмотрим сегодня ошибки, которые я совершал при скипе. Так. Давайте. Вот первая ошибка, кстати, банальна и проста. Чел врывается. Я уничтожаю. Первое, что я должен сделать, это нажать на ботинки для того, чтобы получить ускорение. А только потом переставляться, пока я настакиваю себе заряды. Переставился я булаву. И все. И теперь все. Чел ворвался. Я не успел прожать скилл на пробежку. Теперь я буду дольше бежать. Если бы я нажал... Кстати, да. Если бы я нажал на ускорение, вполне возможно, что я даже бы смог в этом бою скипнуть. Возможно. Не уверен. Но это возможно. Бежим кристалликом. Не используем ничего для того, чтобы не потеряться. Я принимаю решение разрушить два левых кристалла. Потом побежать на нижний правый. Но на самом деле правильное решение было побежать на верхний. Вот. Потому что тут нет мобов. Шансов было бы больше. Плюс нет ловушек. Плюс. Сейчас разберем другие моменты, где у меня были ошибки. Очень много проблем у меня было с летучими мышами. Я на них слишком много агрюсь. И из-за этого я, короче, поплатился. Подвигаю первым кристаллу. Использую яд. Вернее, душа. Короче, там разложение души. Первым скилом добиваю. Добиваю. То есть. И здесь можно было, в принципе, ничего нельзя было сделать. Да. Эти вроде летучие мыши. Они отталкивают вроде, да? Вот. Вот здесь. Вот здесь. Я мог, в принципе, как-то... Блин, я не помню. Эти мыши, мыши, они шлавовые, да? Кстати, внимательно смотрите. Что я здесь делал. Я постоянно, постоянно, постоянно тыкал на кнопочку прицела. Заметьте. Кнопка прицела. Она позволяет нам увидеть, где находится противник. Почему не на кнопку инцепт? Потому что сразу закрывается середина экрана, и я не понимаю, что делать. Вот. Можно, допустим, сначала увидеть чела. Нажать на ускорение. Потом нажать инцепт. Быстро проанализировать, есть ли у него более быстрые сапоги, чем у меня. Ну, хотя, на самом деле, таких нету. Вот. Но хотя бы потенциально опасные, есть или нет. Потом, если у него, например, латн... Это как называется? Если у него адский колпак и так далее. Если все это есть, то, типа, чел опасный. Если нету, то, типа, ну, в принципе, можно жить. Но я даже челика не проанализировал, это моя ошибка. Сразу же на ускорение жму. Сбрасываю прицел. Просто вверх проводя. И здесь у меня проблемка появилась. Я не имею ничего лишнего здесь для того, чтобы себе как-то помочь. Использую все скиллы для того, чтобы добить. Проходим через челика. Здесь, думаю, принимаю решение взять себе дополнительную защиту. Откидываю на 10 метров. И здесь смотрите внимательно, что происходит. Я прохожу через тот самый проход, который ведет наверх. Варианта 2. Первый. Я бегу наверх. Второй вариант. Я бегу вниз к кристаллу. Я принимаю решение. Вы сами понимаете, какое. Побежать вниз. Но смотрите одно маленькое но. Я не учитываю лишь одного. Во-первых, заметьте, что чел, противник мой, бежит по краю. Вернее, по краю. Он сразу знает, что я могу повернуть направо. Он сразу бежит по краю. Почему важно бежать по краю? Потому что это режет угол. Это сразу дает вам возможности куда быстрее добежать. В отличие от меня. Я этого не делаю. Я только сейчас об этом понял. Только сейчас я об этом додумался. Спустя столько скипов вот этот навык ко мне пришел. И смотрите внимательно, какой угол. П-образный перед кристаллом. А я думал, что там он ровный. Я на адреналине этого не заметил. И я смотрите, что делаю. Принимаю решение заюзать ботинки. Вернее, сначала отскочить на моба. Заюзал ботинки. И вот теперь начинается проблема. Я подумал, как я и сказал, что угол прямой. Вернее, не угол, а проход прямой. Через ловушку сейчас пробежим. И думаю, надо получить защиту от летучей мыши. Вот это самая главная первая ошибка. Что я бежал не по краю. Вторая ошибка. То, что я решил настакаться на летучей мыши первым скилом. И третья ошибка. Я не решился вернуться. Смотрите. Бью. И вот она, ошибка. Я могу сейчас развернуться. И в обратку попытаться убежать. Для того, чтобы уже по локации без мобов попытаться сбежать. Вместо этого я бегу в лаву. Получаю поджог первый. Здесь есть возможность оббежать. И при помощи второго скила сейчас выйти. Нет, нет, нет. Не происходит этого. Все, я опоздал. Я уже не вернусь. Получаю. Вернее, пытаюсь столкнуть человека в лаву. Получаю второй поджог. И вот здесь все. Догорел. Просто догорела свечка. Понимаете, что были все шансы сбежать. Были все шансы. Просто надо бежать было по краю. Не агриться на летучую мышь. Больше проанализировать этот выход. Потому что он был не прямым. Он был п-образным, так скажем. Вот этот, с ловушкой одной. И вот на этом вся проблема была. Плюс, если бы я больше времени уделил бы анализу, я бы заметил, что весь верх, он абсолютно мной зачищен. Но я просто на адреналинии был. Я немножко по-другому думал тогда. И только на повторе. Я уже, видите, вот повтор, самое главное. Заснять себе видосик, потом проанализировать ошибки. Потому что всегда есть шанс сбежать. Всегда есть возможность. Но тут вопрос, кто больше ошибок допустит. Либо я, либо соперник. Бывают такие моменты, когда соперник просто допускает столько ошибок, что вы даже с ним не видитесь. Просто всю катку он бегает где-то непонятно где. Вы спокойно разрушаете два кристалла. Чел может добить третий, допустим. Да, потому что психанет. Ну или вы третий добьете уже. Вот. Ну тут уже как получится на самом деле. Но фишка в том, что тут кто больше ошибок допустит. Чел красавчик, молодец. Я его, ну, я на него не злюсь. Это был ранг следопыт. Я просто тестировал новый билд. Чисто тяж, чисто вот фулл защитка. Проверить, насколько он будет хорош. Мобильность есть? Хорош. Выживаемость есть? Да. Но я протупил сам. Поэтому такие дела. Буду пытаться за него играть дальше. Будем анализировать вот так бы и дальше. Скипов самих карабтов не будет. Но вот подобная запись будет. Вот. Подобные разборы ошибок. Спасибо за просмотр. Всем пока. Всем добра.